Теория справедливой войны В последствующей главе учебника по этике, а также в ваших рабочих тетрадях, обсуждение теории справедливой войны, включая теорию Артура Холмса и ее переработанный вариант, предложенный Харальдом Брауном. И я думаю, мы будем рассматривать оба варианта одновременно, то есть всю теорию в целом. Я думаю, таким образом мы лучше покроем весь необходимый материал и будем иметь более ясное представление. Итак, в чем заключается суть этой теории? У этой теории есть немало сторонников, и, как я только что заметил, свое обсуждение мы преимущественно будем строить на концепции Артура Холмса. Итак, что же говорит Холмс? Что ж, прежде чем перейти к изложению основной теории, Холмс предлагает ряд вводных замечаний о природе войны. И, во-первых, он однозначно утверждает, что война – это зло. И обратное утверждение недопустимо ни при каких обстоятельствах. Однако, наш мир далеко не совершенен. Наш мир поражен грехом. Причем он поражен грехом не только на уровне окружающего нас творения, но и более глубоко – на уровне человеческой природы. И при этом, по этой причине, избежать всего зла невозможно. А война как раз и есть одно из зор, и далеко не меньшее. С другой стороны, если допустить словесное выражение агрессии и насилия, зло от этого не исчезнет. Жаль, что наш мир порочен. В противном случае, ситуация была бы совершенно иной. Но реальность есть реальность. И некоторые побочные продукты греховности этого мира могут оказывать весьма пагубное воздействие. Если мы не проявим бдительности, то общество рискует постепенно превратиться в среду, полную насилия, агрессии и зла. Что ж, следующее предварительное замечание. Холмс недвусмысленно заявляет, что теория справедливой войны пытается не оправдать войну как явление, а лишь урегулировать ее с точки зрения справедливости. Иначе говоря, воевать следует справедливо, если уж воевать. И при этом сражаться люди могут разным оружием, это может проходить в разных местах, это может быть обоснованно и не обоснованно. И единственное, чего мы можем добиться с точки зрения теории справедливой войны, это обоснованного ведения войны. То есть, ведения войны на справедливых основаниях. Обсуждаемая теория также запрещает человеку самостоятельно применять силу. Это право принадлежит государству в целом. Так, если какой-то человек испытывает неприязнь к руководителю того или иного государства, то этот человек не имеет права самостоятельно расправиться с этим ненавистным руководителем государства, применив оружие. Таким правом отдельный человек не обладает. И объявить войну может только государство, только правительство страны. И теперь, после предварительных замечаний, Холмс переходит к изложению основных тезисов своей теории, теории справедливой войны. И Холмс утверждает, что эти тезисы можно изложить в форме семи тезисов. Все они приведены в ваших рабочих тетрадях. Давайте теперь вкратце рассмотрим каждый из этих тезисов. Во-первых, справедливая война подразумевает справедливое основание для этой войны. И, по мнению Холмса, обоснованным участие в войне может быть только в том случае, если эта война оборонительная. Война, объявляемая с целью захвата чужой территории, справедливой быть не может. Оборона же в ситуации нападения на меня лично или на мое государство является правомирным основанием для применения силы. И, во-вторых, справедливая война требует наличия обоснованной цели. Согласно Холмсу и его теории, единственной обоснованной целью начала войны может быть стремление восстановить справедливый мир между сторонами-участницами конфликта. Это касается не только собственного государства, но и государства противника. И, в-третьих, война должна быть исключительно крайней мерой. Применение оружия допустимо только в том случае, когда все способы мирного урегулирования конфликта исчерпаны. И, в-четвертых, обязательным условием справедливой войны является официальное объявление войны государством. Это означает, что в случае нападения на мою страну правительство должно официально объявить о начале войны. Если между моментом нападения и объявлением войны проходит время, тогда, согласно рассматриваемой теории, в этот временной промежуток «я не имею права защищать себя с оружием в руках». Независимо от того, насколько это реалистично, данное условие подразумевается теорией справедливой войны Холмса. И, в-пятых, участвуя в справедливой войне, государство должно преследовать ограниченную цель. Что же здесь понимается под такой ограниченной целью? Единственная оправданная цель военных действий – восстановление мира. И эта цель исключает какие-либо требования, например, безоговорочной капитуляции врага. Или это исключает уничтожение экономической, политической структуры государства противника. У страны, даже обороняющейся, нет права полностью уничтожать государства, правительства, граждан страны противника. Итак, следующее требование. Пропорциональные меры и пропорциональные средства. Это означает, что применять оружие следует ровно настолько, насколько это необходимо, и не больше, для отражения агрессии и предпринимаемых вражеских атак. Неограниченное применение оружия недопустимо. Так, если ваше государство подверглось террористическим атакам со стороны другого государства, использовать против того государства ядерное оружие было бы неправильно. Это было бы гиперреакцией на действия противника. Следовательно, оружие должно применяться в том качестве и в том объеме, которые необходимы для отражения атак неприятеля. И теперь последний тезис теории справедливой войны Холмса, который называется гражданский иммунитет. Война, как правило, подразумевает схватку противников, то есть непосредственное взаимное применение вооруженной силы. Однако в сражениях, оказывается, участвуют не все граждане страны. Так, военные медики, а также представители ряда других военных служб, служа в армии, они непосредственного участия в боевых действиях не принимают. Кроме того, есть еще и мирные граждане, которые также не воюют с оружием в руках. Воевать разрешается только с солдатами и офицерами армии противника. И при этом нападение на мирных граждан, не участвующих в войне, недопустимо. Итак, это основные положения теории Холмса, в обосновании которых автор приводит ряд библейских аргументов. И эти аргументы достаточно серьезны. Давайте рассмотрим их поподробнее. Итак, первое, на что Холмс обращает внимание, это что очень часто люди не приемлят войну на основании заповеди «Не убей». Однако, эта заповедь подразумевает ряд серьезных исключений. Давайте посмотрим на эти исключения. Библия допускает смертную казнь, хотя и есть одна из заповедей «Не убей». В ряде случаев адекватной мерой наказания, например, за убийство человека, считалось предание виновного смерти. Как вы думаете, кто его должен был убивать? Кроме того, в случае нападения на человека, на его близких, в ситуации вполне реальной угрозы жизни и здоровью человека разрешалось принимать меры для самообороны. Какие это могли быть меры? причем даже убийство в этом случае, убийство нападающего в данном случае не считалось предосудительным. Таким образом, заповедь «Не убей» распространяется не на все ситуации и допускает ряд исключений, в том числе одно из этих исключений – это война. Далее. Холмс также обращает наше внимание на 13-ю главу послания к римлянам. Давайте посмотрим стихи с 1-го по 7-ю. И вот на основании этих стихов Холмс делает вывод о том, что в отдельных случаях государство может применить законную силу. И в частности речь идет о попытках восстановить справедливость, а также о случаях, когда следует наказать преступников за совершенные злодеяния. Тогда государство может вполне обоснованно применить силу. Однако, как мы уже отмечали, все это звучит логично в ситуации взаимодействия государства и его граждан. Ранее мы говорили о целесообразности учреждения некой международной организации, которая была бы наделена полномочиями разрешать межгосударственные конфликты. Но такой организации нет. Во всяком случае, существующие организации не всегда удовлетворяют требованиям и ожиданиям всех государств. следовательно, в том случае, когда вашей стране причиняется значительный вред в результате, скажем, нападения на вашу страну другого агрессивного государства, то представляется, что единственный способ в этом случае отразить нападение, это будет официально объявить о начале войны с этим государством-агрессором. Так же, как в ситуации с собственными гражданами, когда государство реализует свое право наказать их за совершенные ими преступления, одно государство также вправе защитить себя и восстановить справедливость, если оно необоснованно пострадало от действий другого государства. Еще одно библейское обоснование теории Холмса подразумевает обращение к Ветхому и Новому Заветам. Смотрим эти ситуации. В ряде текстов Священного Писания мы находим примеры причастности верующих людей к государственной власти. И они занимают порой довольно высокие государственные посты. И даже несмотря на то, что в Новом Завете имеются такие повествования, как Евангелие Теана 18 глава, Евангелие Матфея 5 глава, где речь идет о неприменении насилия, о непротивлении злу, их следует толковать в свете 13 главы послания к римлянам и других текстов подобного рода. Итак, по мнению Холмса, Священное Писание представляет такую аргументацию. Холмс указывает еще на один фактор, который он считает довольно значимым. Несмотря на то, что теория справедливой войны подчеркивает порочность человеческой природы, ожидается, что в ходе оборонительной войны люди будут вести себя справедливо и то есть правильно. Однако можно ли гарантировать, спросят пацифисты, что фактор греховности не поспособствует тому, что обычная, так сказать, война перерастет в ядерную. Также Холмс отвечает на этот аргумент. Он говорит, что все это, плюс право граждан, представленное государством, откровенно возражать против войны, если они считают ее необоснованной, не исключает возможности войны в принципе, но допускает участие лишь в справедливой войне. И ядерная война к этой категории, как мы уже решили, не относится. Если к разрешению конфликта в обязательном порядке привлекают все возможные вооруженные силы, несмотря на неоправданность ведения войны, то это само по себе уже свидетельствует о недопустимости участия в этой войне. Да, надо признать, что человеческая природа не безупречна. Однако Холмс предлагает ряд моментов, способных, по его мнению, как-то скорректировать этот фактор. Что ж, как я отмечал выше, Гарольд Браун разработал теорию превентивной войны. Эта теория, по сути, представляет собой одну из разновидностей теории справедливой войны. В своей работе он с самого начала ясно утверждает, что согласен с теорией справедливой войны, с ее основными положениями. При этом Браун считает, что христиане могут участвовать в военных действиях, любовь не исключает наказания за проступок. Человека можно любить и наказывать при этом одновременно. Кроме того, Браун говорит, что оборонительная война, которая ведется на справедливых основаниях, вполне оправдана. Но Браун предлагает идти дальше, чем просто обоснование оборонительной войны. Если справедливой считать только оборонительную войну, то, по его мнению, это слишком узкое восприятие. К категории справедливых нравственно обоснованных можно также отнести и священные и превентивные войны, считает Браун. Думаю, что логично было бы обратиться к самому автору за разъяснениями, что он имеет в виду о нравственно обоснованных превентивных войнах. обоснованными Браун называет не все без исключения священные войны. В связи с этим он приводит пример Второй мировой войны. Если бы несколько государств решительно осудили политику и действия Гитлера и сочли войну против него единственным способом положить этому конец, то такая война была бы оправданной. История знает немало примеров священных войн, когда люди сражались во имя своей религии. Многие из нас не отнесли бы их к разряду нравственно обоснованных. Однако некоторые из таких священных войн Браун все же оправдывает. В дополнение он говорит вероятно он говорит это в связи с вопросом о критериях обоснованности войны. Он говорит что при наличии ужасного положения дел в ситуации крайней несправедливости так вот в такой ситуации он считает что народ имеет право на восстание и поддержку со стороны других государств и народов. Здесь уместен уже приводимый мною ранее пример войны против Гитлера и с этой аргументацией трудно не согласиться. Тем не менее это не означает что любую священную войну можно с легкостью оправдать. Далее Браун переходит к теме превентивной или предупредительной войны. Такая война как правило также ведется в оборонительных целях. При этом одно государство предвидит военную агрессию со стороны другого государства и не дожидаясь сокрушительного удара от этого другого государства в свою очередь принимает решение напасть на возможного агрессора первым. По-видимому именно такую или подобную аргументацию предложил президент Джордж Буш в обосновании войны США против Ирака. Буш заявил, что скорее будет воевать против террористов на их территории, чем допустит террористов воевать на территории США. Таким образом, если есть глубокая убежденность в том, что террористы или государства, которые их поддерживают, вот-вот собираются напасть и начать военные действия в отношении соответствующей страны, тогда в целях предотвращения этой атаки, по логике автора этой теории, государство, на которое вот-вот собираются напасть, может нанести превентивный удар. Опираясь на теорию превентивной войны, Браун утверждает, что откровенно агрессивное поведение в целом считается уже законным поводом для применения мер по самообороне. иными словами, если руководитель какого-то иностранного государства ведет себя так, как будто вот-вот собирается напасть на вашу страну, то у вас, у вашего государства, уже есть право предпринять самооборонительные действия. А если самооборона выступает законным основанием для начала справедливой войны, тогда и превентивный или предупредительный первый удар против агрессора также можно, по мнению Брауна, считать нравственно оправданным. При этом важно помнить, что сама работа Брауна была написана задолго до войны в Персидском заливе и войны в Ираке. А потому на основании описания позиции Брауна не стоит совершенно автоматически допускать, что Браун считает войну в Ираке обоснованной и оправданной. Я считаю, что его мнением по этому поводу, если кого интересует, следовало бы поинтересоваться отдельно. А теперь давайте перейдем к ответам на аргументацию в пользу теории справедливой войны. Я уверен, что для пацифистов все вышеизложенное звучит неубедительно. да, и некоторые сторонники обсуждаемой теории могут отнестись к этому с определенной долей скептицизма. Почему? Вот некоторые из причин. У пацифистов возражение, безусловно, вызывает апелляция Брауна к библейским стихам о любви, к врагам и невоздаянии за зло. Этот аргумент и связанные с ним проблемы мы уже обсуждали. Но если, с другой стороны, вы находите этот довод убедительным, то вряд ли вам будет импонировать теория справедливой войны. Во-вторых, существует мнение, что теория справедливой войны на самом деле оторвана от реальности. Насколько, учитывая греховность и порочную природу человека, можно быть уверенным, что стороны соперники будут играть по правилам. А к числу правил, как вы помните, например, относятся исключительно оборонительный характер военных действий и другое обязательное условие официального объявления войны государством, а также неприменение насилия по отношению к тем, кто непосредственно в войне не участвует, то есть к мирным гражданам и специальным медицинским и другим службам. В последние 30 или 40 лет мы наблюдали достаточно случаев захвата мирных жителей в заложники, чтобы понять, что по правилам будут играть далеко не все. когда в начале 1990-х годов Саддам Хусейн торгся в Кувейт, это было трудно квалифицировать как предупредительный или предупреждающий удар. За какие религиозные убеждения он боролся, как вы думаете? Какую справедливость он старался восстановить? И уж понятно, что это была не оборонительная война. К сожалению, некоторые представители государственной власти не отличаются чистотой моральных убеждений. И думать, что поддерживая справедливый характер войны, они будут играть по правилам войны, было бы вполне наивно. 20-й век дает нам немало примеров настоящего беспредела в действиях политических лидеров, государств, военнослужащих и так далее. После, скажем, Холокоста верить во внутреннюю порядочность человека, его способность вести войну по правилам, по меньшей мере будет неразумным. И следующий момент. «Как с самого начала убедиться в том, что война носит именно справедливый характер?» В ответ на этот вопрос можно услышать. «Если на тебя напали, то выбора у тебя по большому счету уже нет. Тебе просто теперь надо защищаться». Это, пожалуй, верно. Однако данное обстоятельство автоматически не узаконивает любые действия со стороны потерпевшего. Иными словами, если на мою страну напали, у нас есть право защищаться. Но это не значит, что мы вправе использовать против напавших ядерное оружие. Само право на самооборону еще не гарантирует соответствия способа обороны, принципом введения справедливой войны. Но суть даже еще не в этом. Давайте рассмотрим ситуацию. Допустим, никто ни на кого не нападал. Но можно сказать, не просто не нападал, а не нападал с целью развязывания полномасштабной войны. Допустим, что одно государство решает. Мы должны напасть на эту страну, так как в противном случае она нападет на нас. И тогда мы понесем серьезные потери, в первую очередь человеческие. Как вы расцените вот такое заявление? Скажете ли вы, ну что ж, раз так, давайте объявим им войну. И война в этом случае безусловно будет справедливой? Как известно, войну во Вьетнаме в прошлом столетии обычные люди, граждане Америки, воспринимали именно так. Но война после этого приняла довольно затяжной характер, и мы стали узнавать, что и как там происходит. и тогда убежденность в справедливом характере этой войны значительно ослабла среди широких слоев населения США и других стран. К сожалению, такое понимание зачастую приходит слишком поздно. Если же медлить с контратакой в попытках удостовериться в ее обоснованности, то вскоре рискуешь обнаружить, что оказывается никакой войны и нет, потому что ты ее уже проиграл. Страна уже серьезно пострадала и от первого удара, и от второго, и от третьего. Значительно осложняет вопрос здесь еще и то обстоятельство, что рядовые граждане не располагают информацией, доступной правительству страны. Оно, это правительство, наверняка после объявят, что по данным разведки в отношении нашего государства планируются такие и вот такие действия. А каковы источники этой информации? По соображениям государственной безопасности мы не будем оглашать эти источники. Противник не должен догадываться о том, что нам известны его планы, скажут представители государства, иначе противник изменит тактику. На протяжении продолжительного времени в истории США, а возможно и других стран, граждане были склонны доверять правительству. Если говорилось, что разведка сообщает о готовящихся действиях противника, и мы должны предпринять упредительные меры, никто уже не интересовался конкретными источниками данных, так как их оглашения могло поставить под угрозу немало человеческих жизней. Что же нам, простым людям, остается думать и делать в такой ситуации? Остается доверять правительству. И если это правительство лжет или просто заблуждается, то поделать ничего нельзя. Война уже началась и идет полным ходом. И если бы я мог участвовать исключительно в справедливых войнах, таких наверняка было бы очень и очень немного. Это отчасти придает проблематичность теории справедливой войны. Ну и, конечно, невозможно не коснуться вопроса о применении ядерного оружия. Все понимают, что этого нельзя допускать, иначе мы рискуем уничтожить все живое на земле. Как вы думаете, насколько возможно оценить вероятность применения противником ядерного оружия в результате наших ответных мер на его агрессию? Как вы понимаете, предугадать это вряд ли возможно. А теперь давайте рассмотрим вариант теории справедливой войны, предлагаемой Брауном, и реакцию на ее основные положения. И одна из этих реакций касается поднятой Брауном темы священной войны или крусейда. В частности, высказываются возражения против используемой терминологии. Однако основная претензия к концепции Брауна в аспекте священной войны или крестового похода, как их еще называют, сводится к следующему. Если одним людям позволено сражаться во имя своей религии, то почему представители другой религии и, соответственно, другого государства не могут поступать так же? В определенный момент истории христианства существовало также мнение, что захват Святой Земли в ходе Священной Войны можно считать оправданным. Многие, если не большинство историки, вероятно, сочтут это необоснованным, но все выглядело именно так в те годы. И если вести Священные Войны во имя христианства было позволено отдельным государством, тогда на каком основании то же самое можно запретить представителям других религий. В этом случае становится понятно, что идея Священных Войн выглядит очень непривлекательно и необоснованно. Есть еще одна проблема, на которую в числе других указывает и Холмс. Беспокойство у Холмса вызывает то, как Браун трактует понятие превентивной войны, а точнее то, что он скорее отталкивается от принципа наименьшего зла, чем любви и справедливости и правосудия. Позвольте пояснить. Теория превентивной войны Брауна вызывает сомнения, поскольку она в значительной мере основана на утилитаризме, который, как мы уже убедились, расходится с библейской моралью по многим аспектам. Говоря иначе, государство, наносящее первый, то есть превентивный удар, по сути исходит из соображений собственного блага. Оно смотрит, что выгоняем, подождать нападение и потом контратаковать, или же нанести предупредительный, превентивный удар. И последнее позволит нам избежать значительных людских потерь и разрушительных последствий первого нападения предполагаемого противника. И это, как вы понимаете, утилитарный подход. Нанесем превентивный удар и при этом максимально сохраним людей, ресурсы, территорию. последнее особенно актуально, когда речь идет о разрушении тех или иных отраслей промышленности, например, нефтеперерабатывающих комбинатов США, где происходит очистка нефти, что серьезно может повредить экономике. На этой основе возникает убеждение, что во избежание таких разрушительных последствий нападения со стороны другого государства все же целесообразнее атаковать первым, если учесть, что при этом можно сохранить людские ресурсы, экономику, заводы и так далее. Если же мы будем ждать, когда противник соберется с силами и в неожиданный момент атакуют нас, то вполне вероятно будут огромные разрушения. Можем ли мы позволить себе допустить такую ситуацию? И другая проблема. Холмс также отмечает, что библейская этика, как представляется, зиждется как на любви, так и на правосудии. Однако теория справедливой войны в интерпретации Брауна похоже не опирается ни на один из этих принципов. Во всяком случае не опирается основательно. предписания теории Брауна не отражают ни требования любви к ближнему, ни требования правосудия. Возможно, эти требования каким-то образом присутствуют в ней, но лишь отчасти вторично. Главный же принцип, который выступает рельефно в теории Брауна, это принцип наименьшего ущерба в случае превентивного удара. Так вот, в ответ на это Холмс говорит, что такой принцип не имеет библейского обоснования. С мнением Холмса можно соглашаться или не соглашаться, но Брауна можно обвинять, как Холмс это делает, или не обвинять. Однако, если вы находите данный контраргумент убедительным, то он уже дает основания усомниться в допустимости и в приемлемости превентивной войны и превентивного первого военного удара. Давайте теперь рассмотрим следующий вопрос. Помните, мы говорили, что если враг ведет себя агрессивно, как будто вот-вот собирается напасть, то превентивный удар, возможно, мог бы быть вполне уместен. Так считают сторонники теории превентивного удара. Но какое поведение в данном случае можно рассматривать как агрессивное или достаточно агрессивное? Если кто-то начинает вести себя вызывающе, а вам известно, что он обладает достаточно военной силой, чтобы от слов перейти к действиям, да и всячески проявляет интерес к чужой земле, чужой территории, ее ресурсам и так далее, то такая надменность и такие угрозы и будут проявлением агрессивного поведения. С другой стороны, пустая похвальба о своей военной мощи и ничем не обоснованной угрозы вряд ли можно считать выражением реальной агрессии. Мы знаем, разные люди, разные руководители и другие люди в разное время очень много могут говорить, но не всегда эти слова могут быть подтверждены конкретными делами, и не всегда за этими людьми стоит достаточно силы для действительно агрессивного поведения. На протяжении ряда последних лет нам говорили, что Саддам Хусейн ведет себя агрессивно. Нам заявляли, что он обладает оружием массового поражения и что он вполне способен применить это оружие. И в итоге всего этого был сделан вывод о том, что Саддам Хусейн и его армия опасны для США. Когда же войска вошли в Ирак и начались поиски оружия массового поражения, оказалось, что степень угрозы была несколько преувеличена. Следовательно, сторонняя оценка поведения как опасного, агрессивного всегда в определенной мере будет субъективна и неточна. И поэтому, прежде чем санкционировать нанесение вот такого превентивного удара, хорошо бы как следует убедиться, что данный человек, данный руководитель государства или данная страна и ее руководство представляют в себе реальную угрозу и действительно опасную. Они просто говорят различные устрашающие заявления и не воспринимаются как действительно опасные. Продолжение следует...